Кстати, обои ретро, это новый стиль, заказывайте, ссылочку оставлю в описании, квадратный метр полторы тысячи долларов. Всем здорова, с вами Тима. Эх, давно не записывал ролики, уже даже своё приветствие забыл. В прошлом году я также пропадал, но всего на месяц, в этом же году уже на два месяца практически. Но объясняться на ролике я вообще не хочу, я это сделаю, возможно, на стримах. Да, наконец-то я осуществил свою цель, мечту, не знаю как назвать, но наконец-то я смогу стримить. Я переехал в город, на съёмную квартиру, а если это город, значит хороший интернет, а не 2 мегабита, как было раньше. Сейчас же 100, в общем, я теперь могу стримить. Ну, как вы слышите, микрофон на этом телефоне не очень хороший, поэтому мне поможет записывать вот это вот чудо, которое, блин, дотянуться не могу. В общем, буду записывать звук на него, но сегодня я покажу обзор своего стола, то, что я собрал в этом году. Наконец-то, кстати, тоже, блин, мешают мне. Наконец-то я сбавился от своего двухъядерного ноутбука и собрал ПК, который покажу я прямо сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Раз, два, три. В общем, было принято решение взять микрофон в руки, качество будет лучше, да и мне так будет проще. И сразу скажу то, что камера у меня с телефона, да и микро не из топовых, самый обычный, дешёвый, хороший микрофон. Итак, давайте начнём с девайсов. Это мышка 7X D-Gaming, маус, китаец, в общем, одним словом. Я не просто так вам говорил, что спонсируют меня китайцы. Я в основном всё заказываю с Китая, потому что дёшево, да и качество, ну, нормально, в общем. И этой мышке уже год, и нареканий на неё вообще нету. Она мне полностью нравится и меня устраивает. Ковёр, я про него ничего говорить не буду. Обычный ковёр за 500 рублей. Мышка, кстати, 300 рублей. Следующая клавиатура, лолок. Я её называю лапша, потому что китаец навешал мне, судя по всему, лапши и пихнул мне её. Но она мне вообще не понравилась. Чем? Тем, то, что через два месяца у неё начали залипать клавиши V, A, S, D. То есть, рулить. Ну, я, в общем, другие игры, которые играю, они начали залипать. Следующая, это от того же производителя мышки. Так, G9000 EACH Gaming. Что-то вроде этого названия. Немножко натирают они уши, а так, вполне достойный звук, и они мне нравятся. Есть регулировка громкости. Работает у меня всё это чудо от звуковой карты вместе с микрофоном. Так, смотрите, сравнение мониторов. AOS, я его называю LOS, или LOG, или LOS, AOS, в общем, LOS одним словом. И Samsung. Так, смотрите, этому монитору уже 6 лет, этому всего полгода. И за 6 лет у этого качество намного лучше, чем у этого. Да, я понимаю, там разница в матрицах, но всё равно. Получается, этот на то время был самый топовый монитор. И сейчас он меня полностью устраивает, я его сделаю как основной. Он покупался тогда за 6000 рублей. Этот же стоит всего 4000. Так, марки S22, C150. Этот E2280SV. Следующее. Так, про стул офисный, я думаю, говорить не стоит. Обычный офисный стул. Немножко отдалил я микрофон. Стойка самая обычная, тоже с Алиэкспресса. Кстати, я BM800 вместе со стойкой заказывал. И это оригинальный микрофон. Я именно про микрофон сейчас говорю. Это оригинальный. Потому что есть сейчас очень много копий. И у них звук очень, очень ужасный. Хотя стоят они намного дешевле, чем я покупал этот. И к самому главному мясу подошли. Это системный блок. Тут куплены 5 кулеров. Вы видите сами, как они красиво светят. Мне это очень нравится. Цвет настроения синий. Кулер. Мне не очень нравится. Это Deepcool Gamma X300. Звук от него, конечно, ужасный. Именно от пропеллера. Вентилятора, одним словом. Также здесь стоит GTX 1050 Ti. Это видюха. Материнка. Ну, вы название видите. Конечно, не очень хорошая. Это опять спонсорство Китая. Ну, это так, я образно. Хуанан, одним словом. Ну, а так стоит здесь процессор северный. Серверный. E5-2650 версии 2. То есть, 8 ядер, 16 потоков. И в монтаже, и в стримах он мне будет очень сильно помогать. Не знаю, пиар, не пиар. Ну, в общем, посоветовали мне интернет МТС за 250 рублей. Я получаю 100 мегабит, плюс телевидение, которое мне не нужно. И достаточно достойный интернет. Я всего 2 дня на нем сижу. Вроде как не вылетает, и скорость держится в районе 95 мегабит. Я, кстати, в шоке от такой скорости. Я вам говорил, какая у меня скорость была раньше. И сейчас для меня это просто взрыв. Хотя сейчас уже есть и гигабитный интернет. Ну, и, в принципе, колонки самые обычные, которые воспроизводят звук. Там, фильмец посмотреть или видео на ютубчике. Вроде бы я вам все показал. Стол, кстати, стол. Стоил всего тысячу. Я его заказывал. Стол мне очень нравится. И у меня такие ощущения, как будто мастер брал только за материал. Потому что, сами смотрите, тысяча. И 2,6 см вроде как толщина. Глубина 85 см. То есть, здесь затрачено материала очень много. А стоил он всего тысячу. Не знаю. Вроде как наварился. Желаю этому мастеру побольше клиентов. Чтобы было больше клиентов. В общем, и пусть он поставит цену побольше. Стол мне нравится. Также забыл сказать про Powerbank. Хотя он вообще никак не относится к компьютеру. Но он меня тоже очень часто выручает. Я могу с ним жить 5 дней. Без подзарядки от розетки. Вот такой вот у меня стол. Для стримов. Для всего. Надеюсь, смонтирую я это нормально. Кстати, обои ретро. Это новый стиль. Заказывайте. Ссылочку оставлю в описании. Квадратный метр полторы тысячи долларов. Если что, это сарказм. Не моя квартира съемная. Поэтому обои тут старые. Но какие есть. Я вроде как чуть-чуть так привел в состояние нормальное. И меня это полностью устраивает. Ожидайте стрима на моем канале. В ближайшем будущем. Или завтра. Шучу. В общем. Надеюсь, на этой неделе я буду стримить. На сегодня все. Всем удачи. Всем пока.